Судебное заседание было открытым. На него были допущены представители средств массовой информации и жители Севастополя. Дело рассматривает судья арбитражного суда Алексей Погребняк. Примет спора признания незаконным одностороннего отказа от исполнения договора по проведению открытого конкурса на определение организатора мероприятия по разработке проекта сметной документации на выполнение работ по строительству Матросского бульвара и выполнение работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства. В качестве третьих лиц привлечены Департамент капитального строительства и правительство Севастополя. На предварительном заседании сторона ответчика подала ходатайство об отзыве искового заявления благотворительного фонда 35-я Береговая батарея. Такой же отзыв был подан и представителям правительства города. Истец благотворительный фонд 35-я Береговая батарея приобщил к делу ряд документов, раскрывающих позицию, заявленную в исковом заявлении и подтверждающие согласованность работ на Матросском бульваре. Мы полагаем не обоснованного стороннего расторжения договора, полагаем, что договорных условий для такого расторжения нет. Те обстоятельства, на которые ссылается ответчик в обосновании удовлетворения стороннего расторжения контракта, на наш взгляд, не соответствуют фактическим обстоятельствам и не подтверждаются читам материала документов. Истец приобщил к делу сведения о ненадлежащем выполнении договора стороной ответчика. Это акт о приемке, о передаче проектной документации. Это переписка с фармом, а также постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении благотворительного фонда 35-я Береговая батарея. Поясним, что 28 ноября в ОМВД Севастополя поступило заявление за подписью Дмитрия Овсяникова. Губернатор требовал провести проверку по факту незаконных действий на бульваре благотворительного фонда 35-я Береговая батарея и привлечь руководство фонда к уголовной ответственности. 28 декабря в возбуждении уголовного дела губернатору Овсяникову было отказано. Соответствующие документы направлены в благотворительный фонд и заявителю. Но представитель правительства Севастополя сообщила, что не знает об этом решении. Поскольку постановление об отказе в возбуждении уголовного дела до настоящего времени пока из правоохранительных органов в наш адрес не поступило. Предварительное судебное заседание отложено на 31 января. Кроме того, по предложению судьи, иск, поданный правительством Севастополя к благотворительному фонду 35-я Береговая батарея, будет рассматриваться в рамках настоящего судебного заседания. Словом, по соглашению сторон два дела по Матросскому бульвару объединили в одно. Отметим, что в поддержку реконструкции Матросского бульвара благотворительным фондом 35-я Береговая батарея выступил Общероссийский народный фронт, лидером которого является президент России. А 15 января на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Владимир Путин заявил о необходимости содействия предпринимателям, которые берут на себя заботу о благоустройстве городов. Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, сохранения исторического наследия, организации общественных пространств, досуга, спорта и туризма. Словом, готовы участвовать в решении важнейших национальных задач в создании комфортной современной среды для жизни в городах и населенных пунктах. Как вы знаете, это тоже одно из важнейших направлений нашей работы на ближайшее время в рамках национальных инициатив.